Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24. С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. Очереди в поликлиниках Алтайского края теперь отслеживают по камерам видеонаблюдения. Как такое нововведение поможет справиться с потоком пациентов, узнаем в выпуске. 39 муниципальных образований Алтайского края подвержены риску подтопления из-за весеннего паводка. Подробности далее. Интерактивный терминал появился на Барнаульском железнодорожном вокзале. Как им пользоваться и чем он может помочь, расскажем через несколько минут. В Алтайском крае зарегистрировали 4438 новых случаев заболевания COVID-19 только за прошедшие сутки. Из них 2733 в Барнауле. Всего же в крае больше 163 тысяч инфицированных. Из них 117 тысяч 60 человек уже выздоровели. 2421 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 226 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным Оперштаба тяжелобольных 376 пациентов. На аппаратах ИВЛ – 145. Сегодня губернатор Виктор Томенко получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Известно, что глава региона чувствует себя хорошо. Симптомы заболевания у него пока не проявлялись. Тем не менее, он изолировался и работает дистанционно. Очереди в поликлиниках Алтайского края теперь отслеживают по камерам видеонаблюдения. Такие нововведения помогут медорганизациям справиться с потоком пациентов, который увеличился в два раза. Самое большое количество больных фиксируют в краевой столице. Теперь поток пациентов в поликлиниках региона отслеживают через камеры видеонаблюдения. Если очередь большая, незамедлительно привлекают профильных врачей и волонтеров-медиков. Когда специалистов не хватает, пациентов перевозят в другое медучреждение. В нашем случае это диагностический центр для того, чтобы опять же убрать эту очередь и максимально быстро оказать медицинскую помощь. В третьей городской больнице терапевтам помогают профильные доктора. К примеру, урологи и физиотерапевты. Одна из них, Наталья Репешко, принимает пациентов с симптомами ОРВИ вторую неделю. Для меня это совершенно несложно назначить лечение, провести осмотр пациента. Скопления пациентов у нас сейчас нету. Мы все успеваем. Пациент подходит. Начинаем прием с полвосьмого утра. И до восьми вечера прием пациентов ведется. Самое большое скопление пациентов камеры зафиксировали в девятой и четырнадцатой городских поликлиниках. О положительном опыте, как избежать массового столпотворения, поделились в третьей городской больнице. Мы можем регулировать как поток пациентов, так и наших сотрудников. То есть одномоментно на этаже может принимать до 11 докторов. И в зависимости от потока пациентов мы регулируем наших сотрудников. То есть либо сотрудники поднимаются на обычный прием, либо они остаются здесь, либо мы добавляем. В Минздраве уверяют, большую помощь докторам оказывают волонтеры-медики. За месяц их число выросло вдвое. На сегодня больше 600 добровольцев помогают медорганизациям региона. Дарья Коншина, Денис Кузьменко. Новости. 39 муниципальных образований Алтайского края подвержены риску подтопления из-за весеннего паводка. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Встречу провел губернатор края Виктор Томенко. В зоне возможного подтопления находятся 182 населенных пункта, более 16 тысяч домов или 45 тысяч человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры. В этих муниципалитетах подготовили 409 пунктов временного размещения населения вместимостью более 70 тысяч человек. Глава региона отметил, что подготовка к паводку в этом году ведется в условиях пандемии. Эпидситуацию обязательно нужно учитывать при отработке возможных алгоритмов действий во время паводка. Вот ПВР есть, вот там появился, туда кого-то надо эвакуировать. Вот там человек или часть людей с коронавирусом. Как быть? Отдельное должно быть что ли для них помещение? Я или отдельный ПВР, значит, для них создавать рядышком где-то или в другом месте и так дальше. Это все вопросы, вопросы, которые перед нами пока что уже не ставят. Прогноз развития паводковой ситуации в крае пока благоприятный. Это показал анализ данных снегозапасов. Глубина промерзания почвы на 1 февраля по всей территории края ниже нормы. Это положительно влияет на способность почвы впитывать влагу. Вторым благоприятным фактором в условиях формирования весеннего полуводия является отсутствие притертой ледяной корки под снежным покровом, что уменьшает процент склонного стока при интенсивном снеготаянии. И продолжаем выпуск. Интерактивный терминал появился на Барнаульском железнодорожном вокзале. С помощью справочной системы можно оперативно изучить информацию о графиках передвижения поездов в свободных местах и стоимости проезда. Интерактивный терминал помогает связаться с колл-центром, чтобы узнать ответ на интересующий вопрос и ознакомиться с перечнем услуг, которые можно получить на вокзале. Есть отдельный оператор, который помогает людям с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Он общается на языке жестов. Такие терминалы устанавливают на крупнейших вокзалах России. В Алтайском крае два аппарата, оба на Барнаульском вокзале. Преимущество справочной системы – не нужно стоять в очереди в кассу, чтобы получить необходимую информацию. Мы узнали мнение посетителей вокзала. Полезно ли такое оборудование? Для молодого поколения это очень хорошее подвспорье. А для пенсионеров? Ну, не знаю. Им, наверное, нужна будет помощь сотрудников, потому что все-таки им сложно с разными гаджетами обращаться. Дополнительный ежедневный автобусный рейс из Барнаула до Новосибирска внесен в расписание автовокзала. Из столицы Алтайского края в Новосибирск пассажиры смогут выехать в 17 часов 40 минут. Автобус идет до железнодорожного вокзала с остановкой у метро «Речной вокзал». Прибытие в конечную точку намечено на 22 часа 10 минут. Обратно автобус отправляется в 9 часов 46 минут. К другим темам. Прокуратура индустриального района будет через суд добиваться от городской администрации установки освещения на улице Шумакова. Напомню, 4 февраля прошлого года на участке между Южным Власихинским проездом и улицей Власихинской, где расположена школа номер 137, сбили 13-летнюю девочку. Школу открыли еще в январе прошлого года, однако освещение здесь так и не появилось. В краевой столице задержали 26-летнего барнаульца, который обманным путем оформил кредит на собственную мать. Об этом сообщили в региональном МВД. Женщина рассказала, ей поступило сообщение о задолженности. Удивилась, потому что она заем не оформляла. А в банке пояснили, на ее имя действительно оформлен кредит на сумму почти полмиллиона рублей. Полицейские установили, что кредит через мобильный телефон потерпевшей оформил ее 26-летний сын. Чью сумму он перевел на свою карту, после чего одну часть денег потратил на оплату долгов, другую в онлайн-казино. Молодой человек содеянным признался. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража», совершенная с банковского счета. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере заработной платы. И к другим темам. Съедобную упаковку разработала барнаульская студентка Анна Васильева. Для своего продукта девушка использует бананы. Можно ли сделать такую упаковку в домашних условиях, узнала наша съемочная группа. Теперь упаковку от продукта можно съесть. Жительница Барнаула Анна Васильева еще на выпускном курсе Алтайского государственного технического университета задалась целью найти замену обычной упаковки, опасной для окружающей среды. Для нового продукта идеально подошли бананы, потому что они легко и быстро размягчаются. После многих неудачных попыток девушка подобрала правильные пропорции. И вот съедобная упаковка готова. Правда, патентовать свое изобретение Анна пока не планирует. Я не думаю, что это пойдет как большая научная разработка, но как идея мне это очень сильно нравится. Потому что, во-первых, она напоминает нам, что мы можем использовать те продукты, которые считаются уже нельзя кушать, и мы можем ее как-то использовать благодаря своей человеческой мысли. Технологию, разработанную Анной, можно использовать в промышленном производстве. Но экономический эффект от ее внедрения пока не рассчитан. Поэтому девушка предлагает готовить такую пленку домохозяйкам или владельцам небольших кафе. Для продукта потребуется всего несколько ингредиентов. Бананы, очищенные от кожуры, крахмал, глицерин, уксусная кислота и вода. Плоды измельчаются отдельно, из остальных ингредиентов готовится к клейстер. Крахмал нужно постоянно помешивать, так как при температуре он начинает поглощать в себя воду усиленно. Крахмальные зерна набухают, слипаются между собой и образуют крахмальный клейстер. Получившуюся массу нужно смешать с банановым пюре, выложить на блюдо тонким однородным слоем и отправить на 7 минут в микроволновую печь. Вот опытный образец. Пока пленка не высохла, ей можно придать любую форму. Например, использовать вместо тарталетки. А после того, как съел пирожное, можно съесть и саму пленку. Анна, пожалуйста, продемонстрируйте нам, и я тоже попробую. На вкус как карамелька, сладенько, поэтому точно подойдет, как упаковка десерта. Анна продолжает искать новые способы изготовления экологичных продуктов. Например, сейчас работает над проектом биоразлагаемой упаковки из зерноотходов. Юлия Шеламова, Михаил Лифаншан, Новости. Программа «Земский учитель» подать документы на участие в конкурсе можно до 15 апреля в Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова. 10 февраля – день памяти русского поэта и драматурга Александра Пушкина. За свою жизнь он написал 15 прозаических произведений и около 800 стихотворений. Наши корреспонденты узнали, помнят ли жители Барнаула известные строки Александра Сергеевича. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Именно с этих строк начинается стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». Сегодня, 10 февраля, день памяти великого поэта. Еще при жизни современники называли его «незаходящим солнцем» русской поэзии. А о том, знают ли его стихотворения барнаульцы сейчас, узнаем у них. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Сижу за решеткой в темнице сырой. Скормленный неволе, орел молодой. Мой верный товарищ, что колыром кровавую пищу клюет под окном. Дядя самых честных правил. Давнюю шутку за нимоку, но уважать себя заставил. И додолея. Мороз и солнце, день чудесный. Ну что ты дремлешь, друг? Чудесный, по-моему. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Краевой театр драмы имени Шукшина в следующем месяце примет участие сразу в двух фестивалях. Имени Валентина Распутина в Иркутске и Виктора Розова в Ярославле. В Иркутск отправятся истории о жизни. И разыгрались же кони в поле. По рассказам Василия Шукшина, поставленные Максимом Астафьевым. Ярославские зрители увидят саунд-драму Ирины Астафьевой «Леха» по пьесе Юлии Поспеловой, выпущенную в 2020 году. Как сообщает директор театра драмы Любовь Березина, чтобы попасть в фестивальные программы, пришлось пройти серьезный отбор. Например, на Ярославский «Роза-фест» заявки подали 67 театров со всей страны. О чем думают жители регионов России, когда слышат слово «Алтай»? Сыр – это брендовый продукт, сразу возникающий в памяти. А сегодня попробовать алтайский сыр может любой посетитель выставки ProDexpo 2022. Это крупнейшая в Восточной Европе выставка продуктов питания. В эти дни она проходит в Москве. В Алтайском крае есть компания, которая находится на пятом месте в России по производству сыра. В павильоне для производителей продуктов питания не заметить этого гиганта невозможно. Это Киприна, а это стенд компании в самом центре павильона. ProDexpo – это уникальная возможность для жителей России попробовать настоящие алтайские сыры. А для самой алтайской компании выставка – это перспектива новых контрактов. Отличные сыры, как и природа из алтайского края. Алтайские сыры, алтайская продукция вообще всегда считалась хорошей. Вкусно очень, здорово. Три вида сыра и один вид масла Киприна участвуют в конкурсе на лучший продукт выставки. Две новинки представила в этом году компания – сыры Гран-при и Мантель. Мы подобрали специальные заквасочные культуры, которые дают нам неповторимый вкусовой букет. Также мы уделили особое внимание созреванию сыра. У нас новейшие камеры созревания, которые равномерно поддерживают температуру на всем этапе созревания сыра. Если всю продукцию Киприна за год перевезти по железной дороге, то потребуется 420 грузовых поездов. А потребители компании – без преувеличения. Вся Россия. Особое внимание мы уделяем нашей фасовочной продукции. Она представлена у нас в очень широком ассортименте. Слайсерные, нарезка тертые сыры. Всегда быстро, удобно, под рукой, оперативно. Бери с собой, кушай сыр. Все для наших любимых клиентов и для их удобства. Киприна – это состоявшийся бренд. Название происходит от имени Алтайского села. Но село это теперь звучит по всей России, ведь бренд стал федеральным. «Продэкспо» помогает его усилить. Закупщики видят масштабы компании. А новые контракты – это новые возможности для развития алтайского бренда. Максим Милосердов, Николай Бойко. Новости. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала во всех социальных сетях. Предлагайте свои темы, и, возможно, они станут основой для сюжетов наших журналистов. До встречи в эфире и не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok